Здравствуйте, дорогие друзья! На этом занятии мы с вами рассмотрим еще одну структуру данных, которая называется очередь, или по-английски cue. Итак, что такое очередь и чем она отличается от стека, который мы рассмотрели на предыдущем занятии? Смотрите, в отличие от стека, в очередь элементы добавляются в конец, то есть всегда добавляются в конец, а извлекаются уже из начала. Как вы помните, в стеке элементы и добавляются, и извлекаются из конца. В очереди же элементы добавляются в конец, но извлекаются из начала. То есть у нас получается такая очередь. Кто последний сюда зашел, тот последний и выйдет. В самом простом случае очередь на Python можно реализовать с помощью обычного списка. Вот давайте представим, что a это список, который содержит, допустим, первые три элемента со значениями 1, 2 и 3. Значения могут быть любые. Здесь 1, 2, 3 представлен только как пример. Итак, если мы для этого списка выполним вот такую вот команду на Python, append от 4, то есть добавим еще один элемент со значением 4, то он, естественно, будет добавлен сюда вот в конец. Если выполнить еще одну такую же команду, допустим, append 5, то будет добавлен еще один элемент со значением 5. И скорость работы вот таких вот команд, вот таких вот методов, append, будет вставлять всего условно одну единицу. То есть работает все очень быстро. Однако, если мы захотим извлечь вот этот вот первый элемент, для этого мы можем вызвать вот такой вот метод. hop от 0, то есть мы будем извлекать элемент с индексом 0, первый элемент. В этом случае он, конечно же, пропадет из списка у нас, но, кроме этого, все остальные элементы должны сдвигаться влево. И это приводит к тому, что объем вычислений составляет примерно o от n, где n это число элементов в очереди. И представьте, что очередь очень большая, в тысячу элементов. Тогда каждый вызов вот этого вот метода pop будет вставлять тысячу операций. Это очень много. Как можно было бы упростить вот эту вот реализацию, реализацию очереди именно на Python? Для этого был специально разработан вот такой вот модуль, он называется collections. И в этом модуле есть вот такой вот класс, dq, который как раз и отвечает за реализацию очереди. Ну, не только очереди, а вообще вот таких вот динамических структур данных. В частности, очереди. Смотрите, вот у этого класса dq есть следующие методы. Метод append, который позволяет добавлять элемент в конец этого списка. Потом метод pop, который извлекает элемент с конца этого списка. И, кроме того, есть еще два таких метода. Метод append left, который добавляет элемент в начало списка. И pop left, который извлекает элемент тоже из начала списка. Причем скорость работы всех этих операций составляет единицу. То есть происходит все очень быстро. Поэтому, если вам на практике нужно реализовать очередь, то лучше использовать вот такой класс dq модуля collections. Ну, и давайте посмотрим для примера, как это все реализуется непосредственно на Python. Я перейду сюда вот в PyCharm и открою консоль. В этой консоли импортирую вот этот вот модуль collections, чтобы мы могли им воспользоваться. Ну, и, соответственно, создам вот эту вот очередь. То есть мы с помощью этого класса dq создаем очередь, и далее вот через эту переменную q можем работать с этой очередью. По умолчанию эта очередь пуста. Вот если мы отобразим ее в консоли, то увидим здесь квадратные скобки, то есть вот этот вот список, который находится сейчас в очереди, он пустой. Как мы уже только что с вами говорили, для того, чтобы добавить какой-либо элемент в конец этой очереди, используется такой вот метод append. И далее мы прописываем, какой именно элемент будем добавлять. Ну, допустим, элемент со значением 5. То есть обычные целочисленные значения. Выполняем эту команду, и теперь у нас вот эта вот очередь q содержит один элемент со значением 5. Если мы еще раз вызовем этот метод, ну, допустим, здесь семерочку пропишем, то в очереди вот здесь вот в конце у нас появится еще один элемент со значением 7. И так далее. Давайте вот еще вот один добавим со значением 8, чтобы у нас было 3 элемента. И вызовем вот такой вот метод pop left. Он возвратит значение вот этого вот первого элемента. И в очереди останутся всего 2 элемента. Давайте посмотрим, как это будет работать. Во-первых, он возвращает этот элемент, первый элемент, пятерку. И теперь очередь у нас состоит из двух элементов, двух последних элементов. Вот так вот можно реализовать очередь. То есть добавлять с помощью append в конец элементы и с помощью pop left извлекать первые элементы из этой очереди. Но мы можем с помощью этого же класса dq, конечно, реализовать и стэк. То есть в этом случае нам нужно вызывать не метод pop left, а просто метод pop, который возвратит уже последний элемент. То есть уберет последний элемент из очереди. Выполним эту команду. Видим значение 8. И, соответственно, в очереди у нас остался всего один элемент со значением 7. Вот так вот можно с помощью объекта dq Python создавать очереди. И это будет эффективный путь. Потому что сложность выполнения каждой из вот этих вот операций, методов, которые здесь приведены, составляет 1 единицу. Поэтому если вам на Python необходимо реализовать структуру данных, где бы данные добавлялись в конец, а извлекались из начала, то лучше использовать вот такой вот объект модуля collections.